Своим основным приоритетным управлением определила вопросы безопасности и охраны труда. Стать одной из самых лидирующих компаний в организации процесса производства, безопасного производства, является основной стратегической целью корпорации. И достижение нашей стратегической цели, это достижение нулевого уровня травматизма, является основным направлением деятельности корпорации. Всем известно, что 96% травм происходят именно по причине недопонимания людей своего производственного процесса и недопонимания тех рисков, которые присутствуют на рабочих местах. Также большой раздел идет у нас в данном проекте по коммуникациям. То есть разработан план коммуникации и идет его поэтапная реализация. То есть он включает это создание видеороликов различных направлений, то есть и по корпоративным стандартам, и по самому процессу работы. Начиная с момента приема на работу, работники проходят регулярное обучение техники безопасности. В рамках программы по улучшению безопасности и охраны труда 120 горных мастеров подразделений только в шахтопроходческом тресте прошли специальное обучение и стали парамедиками, специалистами, способными оказать квалифицированную экстренную медицинскую помощь. Каждый парамедик в униформе с опознавательной атрибутикой обеспечен медицинскими средствами, необходимыми для оказания первой помощи, включая сумку с набором медицинских препаратов, комплектация которой будет регулярно проверяться. Диспетчеры на местах будут информированы о местонахождении парамедика. В планах снабдить парамедиков в рудниках мобильными транспортными средствами. В шахтопроходческом средствах в целом было подготовлено и обучено 182 человека. Все обученные прошли специальную подготовку по 54-часовой программе на базе медицинской колледжи Караганды, Жесказгана, Балхаша и на Востоке всему. Большая работа корпорации проводится по модернизацию и переоснащению оборудования. То есть у нас проводится работа по закупу горного оборудования. То есть это и кровлеоборщики, это и самоходная техника. Так как одним из основных рисков является обрушение и падение горной массы, закуп этого оборудования направлен именно на снижение данного риска. Введены в работу два завода по производству торкрет-бетона, который также торкретирование позволяет закрепить свод, то есть кровлю горных выработок и предоставить, снизить опять же этот риск. А в конечном итоге эффективное производство – это безопасное производство. Формирование культуры безопасного труда – это прежде всего изменение поведения, осознание каждым работникам, что соблюдение техники безопасности и охраны труда является его повседневной обязанностью на рабочем месте. К примеру Казахмыса уже последовали и другие промышленные предприятия. Их социальный ролик призывает задуматься о главном – о жизни. «Папа, мы тебя ждем!»